Я прочитал письмо 51-го Нобелевского лауреата в защиту мира, в кавычках. Кто не знает, я зачитаю сегодня. Я ничего более позорного не видел уже давно. Мне стыдно очень, сильно, правда. Это ужасно. Потому что когда такие вещи говорят всякие Лукашенки, Соловьевы, Такеры Карлсены, мне же не стыдно за них. А за Нобелевских лауреатов и за тех, кто опубликовал это подметное письмо, мне очень стыдно. И я вам сегодня объясню, почему. И что именно эти люди делают. И как они пытаются разрушить этот мир своими заявлениями. Как они не ведают, как мне кажется, что творят. Мне так кажется. Я вам расскажу про этих лауреатов. У меня вообще-то сегодня было заготовлено про два письма. Одно письмо бывших дипломатов International Times, но это я отложу на завтра. Расскажу завтра, в Шетельман за сегодня, потому что сегодня и выпуск короткий, и события много. И потому что не вовремя попали в ухо нашему другу Трампу. Но Нобелевских лауреатов я в покое не оставлю. Вот Нобелевскую премию Дарвина я сегодня вручу. Премия Дарвина, вы знаете, вручается за самую нелепую смерть. Вот я считаю, что это письмо 51-го Нобелевского лауреата – это самая нелепая смерть репутации каждого из этих лауреатов. И самая нелепая смерть репутации газеты, которая опубликовала это письмо. И я объясню, почему. Я собрал все детали. Я же карция, я предупреждал, я раскопаю каждую мелочь. Поэтому ко мне на интервью никто никогда не придет. Наки уже сегодня паром Нобелистов, пишет Юха. Наки по сравнению со мной, я не буду говорить слово «щенок», это шутка была. Наки по сравнению со мной слабак в этом вопросе. Наки очень умный парень, я его слушаю, обожаю, прям реально, серьезно слушать. Обожаю слушать Наки. Но в публичных порках я пока не превзойден. Потому что у Наки ум, аналитика, политика, а у меня артистизм и костюмчик. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вы же поймите, боже храни Америку, скажу я вам. Это же костюмчик из Америки. Я покажу вам сейчас пакет. У меня же есть весь пакет. Вот он. Пакет из магазина «Америка». Причем это называется магазин «Celebrating the Pride and Spirit of America». Это магазин, где футболки с Трампом, с Байденом, выборы, все такое. Вот, понимаете, Spirit of America. Специально жарюсь в зимней кофте, чтобы поддержать американцев в этот трудный день. Наки, сам гражданин США, он сегодня пришел обмотанный американским флагом? Уверен, что нет. Уверен, что нет. А Шетельман пришел. Поэтому моя порка Нобелевских лауреатов будет... Вот я достоин Нобелевской премии буду за такую порку. Вот я уже таким анонсом сам себя запугал. Оглашу, оглашу результат голосования по поводу за Англию или за Испанию. Так вот, у нас на канале Михаил Шетельманский за Англию 71%, а за Испанию 29%. Заметьте, ровно наоборот, чем в России. Ровно наоборот. У нас вкусы, конечно, сформировались удивительным образом. Раз там Англия поставляет оружие, мы все за Англию. А раз она нам поставляет оружие, это россияне все за Испанию. Но это мы смешные. Ну что, ну я тоже за Англию. Тем более мои друзья в Англии все смотрят. Поэтому... Так, сначала вопросы. Отвечаю на вопросы, которые у меня сохранены. И на старуху бывает рваное ухо, пишут уже. Да, вот я сказал, запрещенные шутки я зачитал, которые нельзя шутить. Остальные шутить можно. Остальные можно, да. Ухо прострелили, должна кровь рекой течь. Вот знаете, у меня, кстати, однажды кровь рекой текла. Я нажрался там же, в той же Среднеазиатской республике, выиграл в казино много денег, пошел к себе в номер и решил помыться. И ухом вот так вот ударился об косяк двери. Не влез в дверь. Порвалось вот здесь ухо. Я весь номер облил кровью. Все деньги, которые я выбросил, ну, набросал на пол, все залил кровью. Это была сцена просто из боевика Тарантино. И я заснул поверх этих денег с кровью из ушей. Утром пришли милиционеров, вызывали, думали, что меня убили. Но это ладно, это такая детективная история. Я сейчас туда погружаться не буду. Просто насчет того, много ли крови из уха. Если неудачно разорвать, то много. Так, компания «Глобус» спрашивает. Ну, это человек так зовут. Михаил, добрый вечер. Ожидать ли потрясений в ближайший год в американском обществе? Как далеко может зайти раскол, не приведет к нам к социальному взрыву? Компания «Глобус». Вот я не выдаю себя за знатока американского общества. Я этот свитер купил в магазине. Мне его не выдало американское общество. Я не звонил сегодня в американский эстеблишмент с вопросом, что там будет. Ну, просто я не знаю. Нужно спрашивать, смотреть социологию американскую. Это очень серьезный вопрос. Вот если вы спросите меня про состояние общества украинского, я вам все расскажу. Если вы спросите меня про состояние общества израильского, я кое-что расскажу. Даже слежу за социологией и хорошо знаю это общество. Но если вы спросите про общество американское, ничего не скажу. Ничего не скажу. Верите ли вы, что это увеличивает шансы Трампа стать президентом? Лариса, надо смотреть на опрос. На следующей неделе будет опрос, мы увидим динамику. Мы увидим динамику. Я считаю, что, к сожалению, вот знаете, в Трампа произвели несколько выстрелов, а Байден произвел в себя только за эту неделю больше выстрелов, чем произвели в Трампа. Поэтому то, что влияет на шансы Трампа, это то, что Байден самострелом занимается вечно. Я все-таки считаю, что кандидатуру Джорджа Клуни надо рассмотреть. Это написала мне одна из зрительниц. Спасибо вам за этот совет. Я считаю, что Джордж Клуни – это надо присмотреться к этому кандидату. Смотрите, Джордж Клуни играл таких достойных людей, представителей такого высшего среднего класса, на который многие в Америке ориентируются. За него все-таки обеспеченные Штаты будут. Джордж Клуни – красавчик, согласитесь. Он вполне себе такой толерантный и многонациональный, благодаря своей супруге. Он отлавливал Познера и других, поэтому он друг Украины. Я за Джорджа Клуни. Вот теперь на любых выборах я за Джорджа Клуни. И я не шучу. Если Шварценеггер смог сочетание мускулов и мускулов, то Джордж Клуни – сочетание блестящей улыбки, красавчик и темные очки, и врач, скорая помощь. И адвокат, кстати, он же тоже адвокат. Ну и потом у него банда, 12 друзей у него, то есть команда готовая. И что, за Джорджа Клуни кто-то не проголосует, если проголосовали за Шварценеггера? Ну, может, ему надо сначала повыить губернатором. Он, кстати, живет в Нью-Йорке, поэтому губернатором он будет, или мэром Нью-Йорка. И потом сразу президентом. Вот поменится, запишите прогноз Шетельмана, Джорджа Клуни будет президентом США. Вот не называйте потом. Дальше. Вопрос, почему не убьют Путина? Там же 8 уровней охраны, о которых никому известно, и так далее, и так далее. Кого надо, того и убьют. Временные гости. Временные гости – это ваш юзернейм. Путина не убили, потому что команды не было. Ну, украинцы не могут, а американцам команды не было. Не было. Не было. Дальше. Вот такое длинное письмо достаточно от Катерины Ткаченко. Приветствую, Михаил. Спасибо за ваши стримы. На этой неделе ФБ подкинул два плохих повода. Первая книга писателя М. Шишкина, которая есть на Амазоне, которая на английском языке несет в широкие массы. Катерины Ткаченко пишет Катерина. И говорит, это ужасно, что на Амазоне продается такая книга. Катерина, на Амазоне зрители, читатели сами разберутся. Читать им Катерины Ткаченко английскую мовую, не читать им Катерины Ткаченко английскую мовую. Я бы на месте читателей Амазона. То есть то, что там разместили книгу, там миллион книг. И кому нужен этот Шишкин, Пышкин, Мышкин, понимаете? Вот никому не нужен. Шишки там только покупают на Амазоне, чтобы их курить. А Шишки читать никто там не покупает. Дальше. Роял-балет Энтопера ставит осенью Евгения Онегина. Как же это надо, мол, остановить все это дело, ай-яй-яй, напихать им в Панамку. Катерина. Онегин, в принципе, много вреда не принес. Пристрелил Ленского, а Ленский был вполне призывного возраста, сейчас мог бы быть на фронте, правильно, с русской стороны. Поэтому то, что они ставят Онегина, Ленского, это все как раз отвращает людей от России. Они смотрят, что за дикари, стреляются постоянно между собой. Письма пишут там, а я это, господи, я скрывать не стану безумно, я люблю Татьяну, все вот эти дела. Не-не-не, это нормально, пусть ставят. Я же не... Я тут в данном случае поддерживаю мнение вот того товарища, который нам сейчас выступает на параллельном канале, да, по поводу того, что не надо запрещать Онегина. Вот Шишкина надо, а Онегина не надо. Причем Шишкина не художника, который Мишкин в сосновом бару, а вот Онегина, который Пушкина. Да, Пушкин. Так. Что вы думаете вообще о словах Буданова про наступление с севера? Стоит ли переживать? Пишет Сол Инч. Сол, вот тут я обращу вас к нашему первому товарищу, который писал свой текст, что я слушаю Михаила и все знаю. Да, я на этот вопрос отвечал 15 раз, Сол, но противоречить Буданову я тоже не готов. Поэтому я свое мнение высказывал, но после Буданова я его высказать не буду, но до Буданова я все высказал. Послушайте, пожалуйста. Ну и так мы добрались, похоже. Ну что ж, последний раз напоминаю вам про... Ну да, пожалуй, последний раз. Да, напоминаю вам последний раз про то, что можно задонатить на клинику, на раненых, на убитых там людей, на семьи убитых там людей и на ее оборудование клиники Адонис. Нас с вами 19 с половиной тысяч. Нас с вами 19 с половиной тысяч, но и конкурирующий канал не дремлет, у них уже 17. Но им нас не догнать. Им нас не догнать, потому что у нас начинается публичная порка Нобелевских лауреатов. Таджики за уши мстят, говорит Елена Диденко. Да, мне уж приходила, кстати, что-то такая тоже ассоциация в голову. Ну, что за канал? Ну вот, Блэк, я не буду рекламировать вам, это мы в начале передачи там рассказали, что там сейчас интервью с Арестовичем, но у нас здесь больше, у нас здесь больше. А у вас лайков больше? Лайков у меня всегда больше, потому что это мы все вместе, мы собираем. Так. Нас не догонят, нас не догонят абсолютно. Мы лучше уверены в этом. Ну, вот кто напишет название песни, из которой строкой я сейчас процитировал, поменяв слово «кони» на «клуни». «Ах, вы, кони, мои, кони, что несут во весь опор». Ну, кто сейчас процитирует быстро? Ну, название или автора, или группу музыкальную, которая это пела. Кто? Ну, это сложный вопрос. «Ах, вы, кони, мои, кони, что несут во весь опор». Ни Газманов, нет. Сложный вопрос, сразу сказал. «Эсидиси», «Высоцкий», нет. «Ах, вы, кони, мои, кони, что несут во весь…» Ноль, правильно, Олег. Олег Кирьянов, браво. Спасибо вам большое. Олег Кирьянов, единственный, кто назвал правильный ответ. А потом еще Ари Саф назвал, что это Федор Чистяков. «Да, ах, вы, кони, мои, кони, что несут…» «Ах, трава, травушка, травушка, буравушка». «Да?» Вот и нам завсегда весь день ништяк, особенно если мы сможем собрать 20 тысяч человек одновременно на стриме, чего нам пока не удалось. Из чего я делаю вывод, кстати, говорю, что это прям какие-то провокаторы к нам приходили и писали, что Арестович нас обогнал. Хотя он нас не обогнал. А значит, значит у Арестовича есть какая-то специальная банда, которая специально приходит и пишет, что Арестович уже всех обогнал. А у него на 200 человек меньше. Я сейчас прямо зашел, проверил. Да-да-да. Ну ладно, пора браться за Нобелевских лауреатов. Итак, чтобы мы успели, потому что время-то поджимает. Нобелевские лауреаты. Значит, читаю я это письмо. Письмо 51 Нобелевского лауреата. Сначала вообще задумался. А что их 51? 52 карты в большой колоде с Джокерами. А 51 чего? Вроде 51 неделя в году. То есть такой набор неделька Нобелевских лауреатов. По одному на неделю по Нобелевскому лауреату. И вот эти Нобелевские лауреаты публикуют типа как письмо. Письмо. Значит, оно обращено, это письмо. Я, значит, сначала я начну с того, что они там пишут. Я очень быстро пробегусь, чтобы не соострять сильно. Прямо сейчас в мире не менее 55 вооруженных конфликтов. Локальных войн больше не существует. Дальше 5 звезд, 3 звездочки, 3 звездочки. Российско-украинский конфликт, у них российско-украинский конфликт, идет на европейском континенте. И последствия этой, идущий третий год, они не называют чего, звездочки ставят, отозвались в самых разных странах, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. За это они не пишут чего. Видимо, войны они имеют в виду, они пропускают эти строчки. Бюджеты на оборону в мире выросли настолько, что сравнимы с ресурсами, достаточным, чтобы замедлить глобальные изменения климата. Бла-бла-бла-бла-бла. Выросшие расходы на вооружение сравнимы с затратами, которые на 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вот именно из-за этой строчки, я назвал это, укрепляет организм ежедневный пацифизм. И укрепляет организм ежедневный гуманизм. Мы гуманисты, народ плечистый, нас не заманишь сиськами и систой. На 80 лет прекратили бы голод. Мы знаем это. Мы это знаем. Россияне не знают. А мы-то в Украине все знаем. Вдумайтесь, никто бы не голодал, никто бы не умирал от устащения, ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным, но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти. А почему вы, уважаемые нобелевские лауреаты, не написали, кто это тратит, эти ресурсы? Почему вы не написали так? Вдумайтесь, никто бы не голодал, никто бы не умирал от устащения, Ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным. Если бы россияне не убивали украинцев, не напали на Украину, не устроили геноцид украинского народа, резню в буще, не насиловали бы детей, не грабили бы дома, не обстреливали бы больницы ракетами. Почему вы это не написали? Почему вы это не написали? Продолжение следует... Великимского Франциска, Вселенского Патриарха Варфоломея, Далай-Ламу XIV, представители ислама и иудаизма обратиться ко всем гражданам мира и правительствам от имени Бога, избранниками служителей которого они являются, прямо во время Олимпийских игр. Пусть миллиарды людей, которые будут их смотреть, присоединятся к этой молитве. Оно нормально вообще, нет? Это во время Олимпийских игр. Прямо ментопоп какой-то. Чтобы это был и мент, и поп одновременно. Вот пусть все эти священнослужители во время Олимпийских игр обратятся по поводу этого. Дайте возможность нашим детям пережить нас, дайте у него друг друга спасать планету. Мы будем немедленно применить конфликтам в Украине и секторе газа следующие принципы. И вот тут-то мы пришедем к принципам, которые призывают Нобелевские лауреаты. Незамедлительное прекращение огня. Второе. Обмен всех пленных на всех освобождение заложенных и возвращение тел погибших. Третье. Начать переговоры. Все. Правильно? Если политики не могут договориться, пусть отнесут решение вопросов на суд будущих поколений и прекратят огонь. Каких вопросов-то? Вопросов-то каких? А что вы не напишите вопросы, которые нужно решить на суд будущих поколений? В заложниках у Хамаса более ста человек. Вы говорите прекратить огонь? Война против Хамаса начата, чтобы освободить заложников вообще-то. А вы призываете остановить войну в секторе Газа и оставить заложников у Хамаса, да? Потому что переговоры потом. Война в Украине вообще-то идет, чтобы Украина освободила своих граждан, 5 миллионов украинцев, которые сегодня находятся в заложниках у россиян. Россияне их сегодня пытают, расстреливают. Мы это видим во всех докладах ООН. ОБСЕ на прошлой неделе, этот самый Европарламент год назад проголосовали за то, что то, что делают россияне, это геноцид украинского народа. И вы, Нобелевские лауреаты, призываете продолжить геноцид украинского народа? А ведь среди вас есть даже Нобелевские лауреаты премии мира, правильно? А вы говорите продолжайте геноцид? Вы предлагаете, чтобы мы разрешили россиянам дальше? Сколько еще? Несколько поколений пытать украинцев, которые оказались у них? У них на оккупированной территории 5 миллионов человек. 2 миллиона в Крыму, 2 миллиона на Донбассе, миллион – это Херсонская, Запорожская область. И там украинцы, которые под оккупацией ходят. Я встречался в Днепре сейчас с украинцами, которые в Херсоне пережили оккупацию. Они мне рассказывали все, что творили россияне там. Все, что творили их там буряты и так далее. Они мне все рассказали. А вы, Нобелевские лауреаты, призываете продолжить это, да? Разрешить это? Легализовать деятельность России на территории оккупированной? Ну вы к этому же призываете? Так получается? Незамедлительное прекращение огня. И начать переговоры. И отнести на следующие поколения. На следующие поколения отнести. И к кому вы обращаетесь? Зачитываю документы. Обращаются к папе Римскому, который предлагал Украине капитулировать. Нормально, нет? К воюющим сторонам, в Организации Объединенных Наций, в Европейский парламент и в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Так Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский парламент уже признали это геноцидом украинского народа. А вы призываете их разрешить этот геноцид. То есть, если они вам ответят, да, нобелевские лауреаты, мы с вами согласны. Они подпишут бумагу, мы согласны на продолжение геноцида украинского народа. Вы это предлагаете, нобелевские лауреаты? Вы за это боретесь? Серьезно? Вам за это дали Нобелевскую премию мира? Чтобы вы разрешили россиянам продолжать геноцид украинцев? А вот дальше, после того, как по сути, я очень быстро, по-моему, все рассказал, тут нечего рассуждать-то много, мне так кажется, что по сути письма рассуждать нечего. Но у меня возникло много вопросов по форме этого письма и по его происхождению. Вы знаете, что сейчас огромное количество поганок от лица Российской Федерации распространяется по миру. Ездят всякие Орбаны, Папы Римские предлагают нам капитулировать, какие-то там еще, не знаю, премьер-министры Индии приезжают в Россию. Много всяких гадостей творится. Лукашенко тоже миротворец нашелся. Все, кому не лень, все, кому не лень. Я уж не говорю про тех, кто на соседнем канале сейчас тоже, наверное, рассказывает, что надо подарить все оккупированные территории россиянам и отдать им на растерзание 5 миллионов человек. Но мне интересно, откуда взялось это письмо. Но вы Нобелевский лауреат, у вас 51 человек. Почему ваше письмо анонимное? Вы поймите, ваше письмо анонимное. Потому что, рассказываю, вот где оно было опубликовано? Кто инициатор, кто написал его текст? Кто написал текст этого письма? Почему вы не говорите? Вам кто его прислал? Вот я помню, что когда появилось письмо в защиту Михаила Фридмана, который подписал фонд борьбы с коррупцией в лице Волкова, выяснилось, что это адвокаты Фридмана написали и всем разослали. А вы расскажите, 51 Нобелевский лауреат, вам кто это письмо принес? Оно как к вам попало и на каком языке оно было? Из вас, из 51 человека, насколько я видел ваши фамилии, только двое говорят по-русски. А в письме оригинальный текст на русском языке. Не на украинском, не на украинском, не на английском оригинал этого письма, а на русском. А как этого 51 Нобелевский лауреат догадались на русском письмо написать? Да еще с пробелами в тех местах, где это не соответствовало законодательству Российской Федерации. На буквы «Х» заменена слово «война», еще какие-то слова мы не знаем. А почему я вам утверждаю, что оригинал на русском, я вам сейчас расскажу. Значит, опубликовано это все в независимой газете. Независимая газета, ее главный редактор, тоже один из подписантов этого письма. И тоже Нобелевский лауреат. Дмитрий Мурат. Он тоже подписал это письмо. Один из 51. Над ним, над его фамилией стоит звездочка. Вот над другими не стоит, а над ним стоит. Я, честно говоря, думал, вот знаете, есть же правила этики, журналистской этики. Я был уверен, что когда я увидел, ну там вот идет список, да, я сейчас вам просто, я весь зачитывать не буду. Ну вот там, например, Хамильтон Смит, Джек Шостак, Карл Ужбеллу, Мэрит Магуайр, Беатрис Финн, Тавакуль Карман, Дани Мугвебе, Дмитрий Муратов, Мария Ресса, Оскар Ариас Санчес, да, и так далее. И над Дмитрием Муратовом стоит звездочка. Я был уверен, что там будет сносочка. И будет сказано, что Дмитрий Муратов является главным редактором газеты, которая публиковала это письмо. Это было бы соблюдение журналистской этики. Что это я сам в своей собственной газете и публикую. Но нет, звездочка, это оказывается, указано, что он иностранный агент. А не то, что он сам и есть подписант, и он же редактор. Но если вы думаете, что это письмо перепечатка откуда-то, что было отдельно письмо, а потом его опубликовала независимая газета, нет. Независимая газета и есть первоисточник. Ни в каком другом месте этого письма я не нашел. Не нашел. А еще, вы знаете, притворились, решили притвориться. Вот это называется фейкоманипуляция, вы там вначале спрашивали. Что якобы это письмо есть и по-английски. Что якобы это не русская провокация, не российская. Газеты из России выходят. Что это не российская провокация, а такая всемирная инициатива. Инициатива, мирная такая инициатива всяких мирных таких нобелевских лауреатиков, понимаете. 51 нобелевский лауреат летал как голубь мира и написал это письмо. Поэтому что они сделали? Они написали на этом самом сайте, вот на этом самой странице, в новой газете. Называется English Version, английская версия. Английская версия вот этого вот материала. Not to kill each other, but to save the planet. Кстати, что уж там говорить, если про текст. Там ни разу не написано, что это российская агрессия против Украины. Ни разу. Там это называется российско-украинский конфликт. Или же конфликт в Украине. Какой конфликт в Украине? Какой российско-украинский конфликт? Вы в ООН пишете письмо. ООН называет вот это все, между прочим, актом агрессии России против Украины. ООН. А почему ООН это называет актом агрессии России против Украины, а вы называете российско-украинским конфликтом? Это нормально по-вашему? Мне кажется, это очень странная история и странная идея. Нет? Вам не кажется так? Вы забыли написать, что это агрессия России против Украины? Вы забыли написать, что это Хамас похитил израильтян? У вас написано вернуть заложников. Но не написано, что их похитил Хамас. А почему? А-а-а, не подписали бы эти лауреаты, да? Они за Палестину. Они про палестинский. Они бы не подписали. А почему не написано, что Россия напала на Украину, что это агрессия России против Украины? А-а-а, они пророссийские, не подписали бы, да? Так вот, по-украински, ой, по-украински, что я говорю? По-украински, кстати, вообще этого текста нет. Они никому вообще обращаются, этот их генсек ООН, этот Далай-Лама, что на русском читать это все должен? И вот, значит, что происходит на русском языке, дальше они пишут, что вот, так сказать, это вот английская версия. Я в нее зашел почитать эту английскую версию. Но есть нюанс в английской версии, знаете, какой? Очень смешной нюанс. Вот, как, например, я вам сейчас зачитаю подписи первых буквально, просто подряд, первых двух человек, которые подпись под письмом. Прочитаю на русском то, что в письме, и на английском то, что в письме. Найдите, 10 отличий называется. Подпись первая на русском. Эммануэль Шепрантье, Нобелевская премия по химии за 2020 год за разработку метода редактирования генома. Номер второй. Элайайс Джеймс Кори. Нобелевская премия по химии за 1990 год за разработку теории и методологии органического синтеза. Запомнили? А теперь то же самое на английском. Первый. Эммануэль Чарпинтер. Чемистри. Эллис Джеймс Кори. Чемистри. 19-20. А куда делись все тексты? А куда делись все их научные достижения? А почему по-английски написано только фамилию, область знаний и все, а по-русски полную биографию этого человека? А знаете почему? Лень было переводить. Бюджета не хватило переводить на английский. То есть оригинал-то на русском был. Потому что, извините, если переводишь с английского на русский этот текст, ты не можешь добавить биографию каждого человека, где ты ее возьмешь. А вот сократить можешь. При переводе ты не можешь расширить текст, ты можешь его только сократить. Получается, написали по-русски эту поганку. Подписи собирали с каких-то левых чуваков, которым Россия заплатила за эту историю явно. Ну а как еще? Что они вдруг за все это? Или с каких-то лохов. Не обязательно за деньги, кстати. Лохи им звонят и говорят. А вы за мир? Да, за мир. Трактор в поле дыр-дыр. А мы за мир, сказал Павло Тычина. Им посылают этот текст. Вы же за мир, подпишитесь. И они подписываются. Я не обвиняю, кстати, что кто-то за деньги. Там, как это называется, полезных идиотов-то полно у Путина по миру шастает. То есть написали все это на русском языке, на русском. А потом перевели на английский. Для Далай-Ламы, видимо. Далай-Лама по-английски не разговаривает. Шучу, разговаривает. Вы понимаете, что это русская провокация? Чистая русская поганка и русская провокация. Отвратительная абсолютно. Вот так обидно мне за всех этих Нобелевских лауреатов, которые опозорили свои имена, поставив эти подписи. Которые помогают россиянам в этой войне. Помогают Хамасу. Они работают на две организации. На Хамас и Российскую Федерацию. Возможно, не специально. Но мне от этого не легче. А куда делась вся вот эта... Вот смотрите. Премия Дарвина дается за самую нелепую смерть. Вы понимаете, что это самая нелепая смерть репутации независимой газеты. Самая нелепая смерть репутации независимой газеты. Опубликовать письмо на русском с пробелами, потому что там запрещено что-то говорить в России. Не указать, что один из подписантов – главный редактор этой газеты. И указать фейковый перевод на английский, который забыли перевести. Просто забыли перевести. Забыли перевести текст или поленились, денег не хватило. И после этого будете рассказывать, что это настоящее письмо. Кого вы лечите? Мне все время обидно. Знаете, мне обидно всегда только одно. Когда меня принимают за идиота, люди, которых я считал умными и нормальными. Когда меня держат за идиота какой-нибудь Соловьев, Киселев, мне наплевать, потому что я их тоже держу за идиотов. Мне не страшно и не важно. Но когда меня держат за идиота нобелевские лауреаты, папе Римскому, папе, папа, спаси нас, расскажите об этом своей бабушке, а не папе Римскому. Надо проверить, все ли они живы. Да нет, наверняка с живых собирали подписи. Скальпы снимают с мертвых в России. Если зовет своих мертвых в Россию, то значит беда. Вот так, дорогие друзья. Это самое отвратительное из пиар-акций российского правительства и российской власти, которую я видел. Потому что она очернила имена 51-го Нобелевского лауреата, которые оказались полезными идиотами. И заметьте, я проверил, я загуглил. Этого английского текста нет больше нигде. Ни одна самая поганая газетенка в мире не перепечатала этот текст. Нет, еще перепечатает. В понедельник занесут из офиса президента России денюшек и всякие поганые издания перепечатают. А пока никто не перепечатал. Ай, как обидно-то, а? Ссылаться не на что, потому что. А если бы вы были честными журналистами, независимая газета, и вы честными Нобелевскими лауреатами, вы должны были бы написать, пожалуйста, я извинюсь перед вами, но если выяснится, что все не так. Если вы опубликуете так, первое, инициатором был такой-то, такой-то, он разослал этот текст вот этим, вот этим, на таком-то языке, вот так выглядел этот текст, вот письмо с подписью его физическое, вот что этот человек ответил. Опубликуйте все по полной программе, полный дискложек, полный. А не вот это вот, которую вы тут подметную забабахали. Молодец, Михайлов яблочко, пишет Инна. Спасибо, Инна. Мне пора, дорогие друзья мои, к сожалению. Я побежал. Я побежал от вас, потому что меня ждут. Нас было 20 635 человек, что очень круто. У нас 15 тысяч лайков. Я думаю, вы добавите прямо сейчас еще лайков. Поставьте лайки и пожелайте мне удачи в бою, как говорится. Спасибо, что были со мной. Слава Украине. И донатьте на Adonis, это важно. Всем пока. Я завершаю на сегодня. Завтра Шатальман за сегодня приходите. Субтитры сделал DimaTorzok